привет друзья смотрите с профессором добрались до моей советской кофемолки в которой я сломала нож когда хотела приготовить себе финиковый кофе и этот нож видите неразборный его надо там предлагают расплавить как-то там вот эти пластмасски сверху которые потом его достать потом в общем короче это дело невероятное особого смысла не имеет я так понимаю поэтому мы тут разобрали и столкнулись опять с проблемкой вот эти вот графитные щеточки вывалились они там держатся короче одна вставляется а вторая получается как бы сверху она все время выпадает и там пружинки еще стоят такие и короче никак не можем соединить и уже и отвертка я поддерживала и другой отверткой и так и так короче разобрать разобрали а собрать назад никак не можем пытаемся так мы дошли до того что изнутри их никак не поставить на место будем пробовать снаружи поставить вот они эти щеточки видите вот об эту штучку трутся и как-то там она все крутится вертится и работает то есть они как бы смазывают получается эту штуку наверное ну что пытаемся собирать вставляем это на место как и было это же саша такой упертый хочет собрать я не положу просто может на какие запчасти пригодится зачем мучиться но хочет помучиться решил вот снаружи видите эти штучки разогнуть и пойти по такому пути то есть сейчас вставить то дайте щетки оттуда не выскочат получится надо скорее всего на это и будет правильно 7 только сюда залезут скорее всего сейчас получится что они туда не залезут на конструкция конечно я вам скажу очень непростая тоже собирали представьте на заводах помню минске был такой завод по маме где собирали все эти все эту технику кофемолки миксеры когда все это стало модно советском союзе увидите с этой стороны уже она с той стороны не вывалится теперь надо поставить получается эту щетку пружинку и потом на место загнуть эту штучку смотрите как все непросто это вообще обалдеть это с этой стороны оказалось тоже не так то просто как и с той стороны видите придумали с помощью зубочисткой помочь конструкция конечно ой какая сложно ну что вот так придумали ставили зубочистку сейчас потихоньку ту штучку всовываем по зубочистку потихоньку достаем ура получилось также с той стороны и что что не могу ничего понять что там делается смотрите уже поставили защитный экран типа доску мою потому что эта пружинка выскакивает и мы уже два раза ее искали по всей кухне один раз она упала прямо на мойку туда где посуда и еле нашли короче невозможно это все собрать непонятно как его там придержать уже и ножницы ухезли и все на свете что было в доме зубо не зубочисткой не ножницами никак не получается чтобы ее удержать эту пружинку и надо же в это время ставить вот эту штучку в отверстие там пока пружинку держишь начинаешь один краешек вставлять надо тогда ножницы приотпускать она в это время день и выскакивает на бешеной скорости казалось бы такая малюсенькая пружиночка прыгает аж на три метра еще не больше видите какая технология такая штука пицца говорю саша положи куда-нибудь хай лежит на кей запчасти потому что все равно она не будет работать все равно нож не достать но наша порода все упертая но как только я усунула свои пальцы сразу у нас это получилось видите вот система ниппель дриппель какая смотри назад не достанет а будем опять мучиться а теперь загибается эта штучка вот так все одна сторона готова еще же такие же самые мучения со второй стороны предстоят это жуть все 2 пошла как по маслу видите что значит опыт с одной помучились полчасика со второй уже за две секунды чик и все на месте без маманьки никак не обошлось все теперь осталось более простое вот эти два булочка вкрутить с одной стороны и такой же со второй стороны и все потом все на место вставить в эту чашу вставить в эту чашу вставить в эту чашу и все будет на месте так одну сторону прикрутили вторая посложнее на нее надо вот эту штучку проводок еще теперь гайку с той стороны надо наживить потом надо будет приоткрутить обратно чтобы гайка попала в пазик ой конструкция мама не горюй называется очень непростая очень непростая о люди какие раньше были умные рукастые придумали такую фигню потом же собирали вот это все так сложно наверное это все ручная работа никакая тут машина не соберет хороший был народ белорусский смотрите когда в пазик попала куда надо гаечка видите тогда спокойно крутится и гаечка никуда не девается и болтик зажимается все отлично вот так вот я к сожалению забыла как этот завод назывался может кто-то помнит как назывался завод где производили все эти кофемолки всю эту технику сложную вот видите о чем я ему говорила нож видите прямо в этом пластике прессован в этот пластик поэтому он не съемный мужчина показывал что он плавил вроде бы паяльником вот эту всю пластмассу снимал этот нож ну не знаю дальше я не посмотрела в чем смысл был как его потом назад как то ж надо его совсем такое дело наверное не будет работать ну а может какие умельцы есть что-нибудь придумывают но у нас не получилось друзья всех вас с праздником святой троицы как вы проводите этот праздник мы вот так уже который час и занимаемся кофемолкой смотрите эта чаша какая внутри графит этот все время там наверное сыпется туда видите какое все там черненькое сейчас главное попасть вот этой штучкой которая нажимается чтобы потом молоть на место там есть такой пазик внутри и вот это все надо как-то сложить провода чтобы зашли на место все-все-все потом прикрутить эту всю крышечку сверху как-то так ну уже остались дела попроще сейчас сюда собираем и покажем вам как получилось у нас получается без чаши никак не собрать все разваливается надо чашу попробовать одеть видите хорошо что там если обломана то как-то можно всунуть получается что сначала стояла чаша все стояло потом этот штырек вставлялся который с ножом наверное который мы не смогли разобрать ой мамочки то мои не хочет видите пролазить даже обломанный тяжко дается тоже без нее не собрать все стало на место путем усилий небольших все ставим теперь наверх эту штуку сейчас уже должно нормально все собраться потому что чаша это упрется не будет давать развалиться этой нашей всей конструкции сзади оно защелкивается здесь на специальные штучки надо защелкнуть если не поломается конечно ого силы надо сколько я бы не защелкнула во веки веков все ставим нижнюю подставку на место главное шнур не забыть продеть а то шнур останется наружу и ничего на место не станет вот так продеваем шнур потом прикручиваем на два болтика и будет наша кофемолка старинная моя из-за того что по моей дурости мне захотелось финикового кофе я ее слабала безвозвратно но зато я нашла кое-что другое смотрите я нашла еще одну вот опасливый плюшкин видите знак качества с ссср стоит на ней тут наверное немножко по другому работает потому что тут есть какая то кнопка правда я не знаю работает ли она еще не пробовала сейчас эту дособираем и попробуем работает ли это ну что друзья как думаете включится не включится работает значит собрали все правильно ура Сейчас проверим, работает ли новая. Тут хитрая конструкция. Какой-то есть пазик, и типа кажется, что нужно закрывать вот так, чтобы этот пазик тут раз, и типа держит крышку. А кнопка не нажимается, значит кофемолка не работает. А кнопка должна быть нажата полностью. Значит, надо по-другому закрывать ее, эту крышку. Вот так, видите? Я помню, что она какая-то была стрёмная. Работает отлично. Может, кто знает, зачем этот пазик сделан в этой крышке? Для чего он тогда сделан? Непонятно вообще. А я все время думала, что надо ее закрывать, поэтому она у меня и не работала. Я сейчас вспомнила вот так вот раз. Но я понимала, что не надавливает на кнопку, значит не работает. А потом сейчас пальцем надавили, включили, все работает. Так что все, друзья. Пишите, кто что знает про эти все старинные кофемолки. А я буду молоть на новый, как говорится. О, друзья, здесь даже есть цена, посмотрите. Это стоило 13 рублей 50 копеек. Выпущено в 1900. Ой, не вижу год. Плохо вижу год совсем. А это стоило 17 рублей. Это почему-то дороже стоило. Наверное, может, более новая или наоборот более старая. Так, это 86-й год. А это какой год? 83-й, что ли? Не поняла, какой. Короче, вот так, друзья. Фирма Эльво. Эльво. Ну, в смысле фирма, не фирма, не знаю. Какой-то знак Эльва стоит. Не знаю, что это за Эльва такая. Ну, какая-то Эльва. Обе с одного и того же места. Друзья, может, у кого есть запчасти от такой старинной кофемолки, 88-го года выпуска, вдруг у вас сгорел мотор, например, а ножик этот остался, и вы мне можете, например, выслать по-дружески, ну, или за какие-то скромные денежки, например, которые я смогу заплатить. Сейчас все это протру, мазуту это уберу, все сделаю чистенько, красивенько. Вот, смотрите, получается, за два года кофемолка подорожала, а жну на 4 рубля. Видите, тоже инфляция была, ого-го. В те времена уже. Так что все, друзья. Вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. Саша меня смешит. Успехов во всех ваших делах. Всем пока.